Приветствую всех любителей шахмат! Мы продолжаем изучать систему Цукерторта, которую в простонародье принято еще называть Юсуповкой. И сегодня рассмотрим знаменитую ловушку Ефима Боголюбова в этом дебютном построении. В разбираемой партии одному из сильнейших шахматистов 30-х годов прошлого столетия противостоял датский шахматист Эрик Андерсон, который играл черными фигурами. Боголюбов пошел конем, черный отвечает ходом конь Ф6, на доске возникает дебют ферзевых пешек. Черный создают фигурное давление на центральные поля в духе популярного течения тех лет гипермодернизма. Белый подготавливает рокировку в короткую сторону, следует ход Е6, открытие диагонали чернопольному слону. Боголюбов обеспечивает безопасность королю, Андерсон также подготавливает рокировку. Белый завершает развитие кавалерии, берут под контроль центральное поле Е4, черный устанавливает пехотинца в центр доски и Боголюбов играет конь Е5. Как любил говорить Савелий Тартаковер, великий мастер мест, конь на Е5, мат за ним по пятам ходит. Эрик Андерсон сделал рокировку в короткую сторону и вот она система цукерторта, фианкета чернопольного слона на большую диагональ, которую еще называют главной. Черный проводит подрыв центра тычком Ц5, белый играет слон Б2, на ответное конь Д7, Боголюбов переводит ферзя на королевский фланг для атаки. Идея белых понятна, при огневой поддержке дальнобойных слонов перевести ферзя на Х3, навалиться на пункт Х7 и по возможности расчистить большую диагональ. Черный переводит ладью на линию Ц, которая в дальнейшем может вскрыться. То есть план обороны может строиться следующим образом, поменяться на поле Д4, ферзя перевести на Ц7, а затем забаррикадировать диагональ мощному белопольному слону соперника. И в случае массовых разменов на поле Е4, скажется недостаточная защищенность пехотинца на Ц2. Следующим ходом Ефим Дмитриевич создает рентген против черного ферзя, который в вариантах с прыжком коня на поле Е4 и разменом на Ц5 может сказаться. Поэтому датский мастер переводит ферзя на поле Ц7, освобождаясь от неприятного действия вражеской ладьи. Хотя более точным порядком ходов был бы предварительный размен на поле Д4 и только после этого ферзь переходит на Ц7 с идеей прыгнуть конем на поле Е4, предварительно разменявшись в центре доски. Теперь же Ефим Дмитриевич завершает построение матовой конструкции, прицеливаясь к пехотинцу H7. И черным необходимо было срочно продвинуть эту пешку вперед, защищаясь от всевозможных комбинационных ударов. Хотя нужно понимать, что ход H6 приводит к ослаблению королевской резиденции. И убил их после ответного F4. Инициатива на королевском фланге. Но черные могут здесь еще бороться. А вот продолжение в партии слон Д6, направленное на выигрыш пехотинца Е5, является грубейшей ошибкой. И сейчас я вам предлагаю поставить видео на паузу и самостоятельно найти ответную комбинацию Ефима Боголюбова. Итак, я надеюсь, вы справились с этой задачей. Ударом на поле Д7 белый приступает к реализации анонсированной ловушки Боголюбова. Таким образом устраняется защита пункта H7. Что теперь делать черным? Если они забирают на поле Д7 ферзем, то белый пробивает на С5, нападая на слона и коня F6. При взятии на С5 белый пробивает на F6, устраняя защитника пункта H7 и ставят матец черному королю. Отступление слона на поле Е7 также ничего не меняет, поскольку белый забирает коня на F6 и брать фигуру нельзя из-за мата на H7. В результате черные остаются без фигуры в абсолютно безнадежном положении. С учетом этого уже на 13-м ходу датский шахматист Эрик Андерсон признал себя побежденным. Напишите в комментариях, встречается ли в ваших партиях система Цукерторта и знали ли вы о существовании этой ловушки. Ну и также не забудьте поддержать ролик лайком, репостом в социальные сети и до скорых встреч.